Вести это. Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. Смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. В Москве 9 часов 8 минут. Мы возвращаемся в программу. Историк и востоковед Александр Куланов у нас в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Предыдущая наша с вами программа вызвала огромный интерес у слушателей. Очень большой, на самом деле, без всяких преувеличений. И требует от меня, чтобы мы продолжили. Тем более, что вы анонсировали, что это был не единственный русский ниндзя. Был еще один, у которого было еще более... Ну, Роман Николаевич, ты был прям ниндзя-ниндзя. Но действительно, скажем так, в современном российско-японском интернет-фольклоре существует еще один персонаж, которого частенько называют автором постов. Я не могу назвать это там статьями как-то еще более весомо. Но вот интернет-постов часто называют православным ниндзем. Появилось такое клише. Насколько это правда, я думаю, что к концу часа наши слушатели смогут судить сами. История непростая. История трагическая, драматическая. И в свое время об этом человеке, ныне покойный уже автор Михаил Николаевич Лукашев, написал книгу с очень точным названием. «Сотворение самбо. Родиться в царской тюрьме и умереть в сталинской». Речь идет о Василии Сергеевича Ощепкове. Вот для того, чтобы понять, что это был за человек, давайте сначала пытаемся представить его детство. Если детство Романа Кима – это отправка, засылка, фактически, ребенка в Японию для того, чтобы подготовить из него профессионального разведчика с 7-летнего возраста, то в случае с Вася Ощепковым все еще более неординарно. Он родился в самом конце 1892 года, в декабре месяце, на Сахалинской каторге. Есть такой городок Александровск, до сих пор существует, на Северном Сахалине. Слово «северное» я сейчас произношу большими буквами, это важно. Которое часто называли в те времена столицей русской каторги. На Сахалин ссылали, условия жизни там были, сами понимаете, какие. Надеюсь, представляете, хоть как-то там пытаетесь пофантазировать сейчас. Кто не может представить, отсылаю всех к книгам Чехова и других авторов, которые писали о Сахалине. Мама его сцельнокатржная, причем, выражаясь языком НТВ-сериалов, мотала второй срок. Срок, мы не знаем за что, но срок большой, да плюс еще наказание плетьми. То есть она серьезная такая была женщина, с сильным характером, очевидно. Отец неясного происхождения, то ли сцельнопоселенец, то ли тоже в прошлом каторжной. Так или иначе, они встретились на Сахалине. И брак их не был законным. На Сахалине в те времена это практиковалось. И даже в анкетках, таких листочках опросных, которые заводил Чехов, а это ровно вот те времена, времена рождения Вася Ощепкова, там были две графы. Брак на материке и брак на острове. Где какие. И очень часто случалось, что у человека формально были две жены. Одна оставалась где-то там в России, как говорили, да, а вторая была на Сахалине. Вот у родителей Ощепкова, судя по всему, браков в России не оставалось, но их совместная жизнь на Сахалине считалась просто сожительством. Поэтому Василий родился незаконно рожденным. Вот представляете себе, у родителей с не вполне ясным происхождением незаконно рожденный сын в столице каторги. Что его могло ждать? Можно предположить, что ничего хорошего. Но поскольку каторга в те времена была понятием не вполне однозначным, все-таки какой-то свет в конце тоннеля там появился. В Александровске была школа. Учителя, кстати говоря, тоже были в прошлом каторжные, но по самым разным причинам. И некоторые из них люди были весьма образованные. Преподавал, например, в этой школе человек по фамилии Юркевич, который встал в будущем крестным отцом знаменитого поэта Даниила Хармса, который тоже там родился. Там же учился один из участников экспедиции Скотта к Южному полюсу, покоритель именем которого назван Пик в Антарктиде. То есть Сахалин это хоть и столица каторги, но тем не менее не самое однозначное место. Тем не менее, конечно, судьба предполагалась незавидной. Тем более, что в раннем возрасте у Василия умирает сначала отец в 902 году, в 904 мать. Ему 12 лет. И начинается еще русско-японская война. Сразу хочу заметить. По результатам русско-японской войны Япония получила южную половину острова. У нас это почему-то больной вопрос. Я не знаю, как объяснить то, что наши в кавычках исследователи пишут. Василий Ощепков родился на Северном Сахалине, поэтому когда Южный Сахалин был отдан Японии, его сразу заметило японское правительство, японская духовная миссия. В общем, заметили японцы. Не заметили. Это было за границей. И еще одна чрезвычайно важная штука. Всю свою молодость, детство, подростковый период Василий Сергеевич делал себя сам. Я когда-то в молодости зачитывался в интернете, ну тогда интернета не было, в перепечатках каких-то еще биографий Шварценеггера. Часто встречал тогда слово self-made man. Человек, который сделал себя сам. По сравнению с Ощепковым Шварценеггер – дитя. Потому что Василию Сергеевичу пришлось выбиваться с каторги. И продолжение своего будущего он, хоть и по подсказке, вероятно, своего друга, своих опекунов, отец оставил ему у наследства два дома в Александровске, которые сдавали в наем. Но тем не менее, в 1907 году, в августе месяце, Вася Ощепков, ему 14 лет, один в одиночку на японском пароходе с Сахалина отправляется в Японию. Прибывает в порт Цуруга, каким-то загадочным образом в одиночку добирается с Цуруги до Токио, и там в Токио находит православную духовную семинарию. Для Сахалина это одно из ближайших, в современном понимании, высших учебных заведений. Тогда это считалось образованием средним, но, в общем, и начальник тогда было два класса. Токийское семинарие для сахалинцев – это, в общем, предел мечтаний какой-то. Семинария непростая, основанная нашим первым миссионером, православным, святым, равноапостольным Николаем Японским. Он канонизирован в 1970 году. Она предназначалась изначально для обучения японцев православию, для воспитания из них священников, монахов и так далее. И, в принципе, для проповеди православия в стране. Но в 1906 году, после поражения России в русско-японской войне, военное ведомство, наконец, приняло меры для подготовки к этой самой войне, которая только что кончилась. А одной из главных причин нашего поражения официально было указано отсутствие квалифицированных военных переводчиков с японского языка. Вот для того, чтобы этих переводчиков где-то взять, военные долго очень думали. Были самые фантастические проекты. Например, сохранился проект детского сада и коммерческой школы для русских шпионов, которая предполагалась открыть в Токио и набирать туда во множестве появившихся в результате войны русских сирот, желательно монгольского вида, для того, чтобы вырастить из них разведчиков. Ну, мы знаем, что вот примерно по такой схеме, только частным образом, появился потом Роман Ким. Со школой и детским садом ничего не получилось, но Николай Японский дал разрешение на открытие пресеминарии школы переводчиков, в которой и начали учиться русские подростки, в основном направляемые как раз нашим военным министерством для подготовки из них к будущим переводчикам. Вася Щепков попал именно в эту школу, но не по воле военного министерства и не по воле Николая Второго, как тоже у нас очень часто пишут. Вот это еще раз застрой важный момент. Почему-то нам крайне важно верить, что можно ничего не делать, но нас обязательно кто-нибудь выберет и благословит. И потом все получится. Это прекрасная сказка. Это прекрасная сказка. И всегда красивый минист, конечно. И вот еще раз повторюсь, Василий Щепков — это настоящий идеал селф-мейдмена, человека, который сделал себя сам. Он сам приехал в Японию, он сам нашел семинарию, 31 августа 1907 года туда пришел. Николай Японский в дневниках записал. Явился Василий Щепков с Сахалина и хочет учиться. Пришлось принять. Пришлось принять, да. Коротко и ясно. Коротко и ясно. И он начал учиться. И до зимы 1912 года Вася Щепков учился за свой счет. За счет денег, которые давала сдача домов в Александровске. Учеба была невероятно тяжелая. Николай Японский был человек с, нельзя сказать, железным, с метеоритным характером. Это человек, который 50 лет жил среди японцев и занимался проповедью православия, который самостоятельно перевел на японский язык все богослужебные книги и Евангелие. Это невероятный совершенно подвиг. Даже представить себе невозможно. Это невозможно себе представить. Совершенно верно. Как это может сделать человек такой? Но он был. Он существовал в истории. И он очень жестко отзывался о семинаристах в дневниках. Вася Щепков один из немногих, кто удостоился упоминания несколько раз. И все упоминания в положительном ключе. Помимо всего прочего, семинаристы должны были учить, естественно, японский язык. Все предметы по программе семинарий и все предметы японской школы. Первый год на русском и японском месте, начиная с второго года, только на японском. И даже в свободное время русским подросткам запрещалось разговаривать друг с другом на любом языке, кроме японского. Представьте себе сегодня наш любой языковой вуз, где студентам запрещается разговаривать на любом языке, кроме изучаемого. Сохранилось звуковое письмо однокашника Василия Щепкова и Сидора Незнайка. Замечательный был такой человек. Он дожил до конца 50-х годов и записал обращение к потомкам. Весьма пафосное, с рассказом о своей жизни. «Сыночки, внуки, любите родину», «Вы из рода казаков». Все это в очень приподнятом тоне. Но когда он доходит до описания своей учебы в семинарии, старый казак срывается и начинает плакать при записи этого аудиописьма. Он говорит, там было так тяжело, что я не могу даже об этом вспоминать. И вот в дополнение к этой тяжести, в соответствии с программой Японского Министерства Просвещения, Николай Японский вводит в семинарии преподавание дзюдо с 1908 года в качестве физкультуры. Так все наши русские семинаристы, мы их называем в истории русскими семинаристами все, становятся еще первыми русскими дзюдоистами. То есть он родоначальник советского дзюдо? Российского. Российского, советского. Он предок не только дзюдоистов, а всех тех официальных пяти миллионов человек, которые у нас занимаются, по данным Союза боевых искусств, любыми единоборствами восточными в нашей стране. Вот он их отец-основатель. То есть дзюдо сам бы и дали по списку. Включая абсолютно всех, айкидо, а самое главное, что включая Владимира Владимировича. И даже его покойного тренера Рахлина. Вот они все произошли так или иначе от Ощепкова. Но и это еще не конец. Мальчик Сахалина, у которого, видимо, было тяжелое детство и крепкие кости, показывает настолько большие успехи во владевании дзюдо в школе. А преподает у них, кстати говоря, профессиональный дзюдоист, полицейский японский, выпускник школы дзюдо Кодо Кан. Она тогда была единственная. И там еще преподавал основатель дзюдо доктор Кану в то время. Показывает Ощепков настолько большие успехи, что в 1911 году его приглашают сдавать экзамены в Кодо Кан. И он эти экзамены сдает. И через два года, в 1913, выпускаясь из семинарии, одновременно становится первым русским и четвертым из европейцев выпускником школы дзюдо Кодо Кан. И японский журнал пишет о нем статью с заголовком «Русский медведь добился своей цели». Чтобы вы понимали немножко, так чуть-чуть совсем, что такое дзюдо в 1908-13 годах, я вам могу сказать. В эти годы в школе Кодо Кан учились братья младшие и дети тех, в том числе, кто погиб в русско-японской войне. Преподавание дзюдо и сейчас жесткое. В те времена оно было жесткое невероятно. Я учился в японской школе дзюджюцу уже в наши дни. Проходил семинары в Киото. И нам их позиционировали как семинары по довоенной программе. Хотя я понимаю, что, конечно, нам было очень много скидок. Но сказать, что это было тяжело, не сказать ничего. Во время своего первого семинара я понял, что доживу до конца только на 16-й день. Всего их было 22 непрерывных. 22 дни тренировки по 10 часов в день. Даже мне трудно представить, что такое дзюдо в Кодо Кан сто лет назад. Вася Ощепков выжил, вырвался вперед. И повторюсь, первым из русских и четвертым из европейцев получил черный пояс. В 1913 году. После чего одновременно он выпустил все семинары. Кстати говоря, с прекрасными оценками сохранился его аттестат. Где среди изучаемых предметов японский язык, китайский язык, английский язык. И отправился на родину. И мы точно знаем про него, что помимо дзюдо на него выбор, в данном случае действительно на него пал выбор, как на парня исключительно сообразительного, толкового и умеющего правильно понимать окружающую ситуацию, его выбрали для прохождения службы в русской разведке. В 1913 году он возвращается в Россию. И с 1914 года начинает службу в разведывательном отделении штаба Владивостокской крепости. Кстати говоря, в 1917 году во время одной из своих командировок в Японию он посещает снова Кодокан, сдаёт там экзамены, снова первый в России, на второй дан, более высокую ступень, чёрного пояса. Он снова наш первый и неповторимый. Но ещё до этого времени, всё в том же 1914 году, во Владивостоке молодой Ощепков проводит, слушайте внимательно, первые в истории международные командные состязания под дзюдо. Он ещё и основоположник первых командных турниров. Не у нас, не в Японии, а вообще в мире. Это проходит во Владивостоке в обществе спорт. Сейчас это, не знаю, как правильно называется, дворец спорта Тихоокеанского флота. Корабельная набережная 21. Там сейчас висит мемориальная доска, посвящённая ему. А рядом весьма странный памятник. У нас его называют памятником Ощепкову. В Японии называют памятником Кано. Потому что там три фигуры, и две из них — это японцы. И только третий Ощепков. Но это отдельный разговор. Василий Сергеевич начинает служить в русской разведке. И, судя по всему, занимается он этим весьма профессионально. Потому что никаких, скажем так, материалов, свидетельствующих о том, что он где бы то ни было как-то там засветился, не сохранилось. При этом, правда, надо понимать, что вот этот период Первой мировой войны — Япония не наш враг. Япония — наш ближайший союзник. Япония — часть Антанты, которая помогает нам бороться с немцами, с австрийцами и так далее. Япония в Первую мировую войну — крупнейший поставщик оружия и боеприпасов в Российскую императорскую армию. Каждая третья винтовка в русской армии в то время — винтовка Арисака. И, в общем-то, японцы наши союзники, тем не менее, и Ощепков, и, по всей вероятности, кто-то из его товарищей-семинаристов продолжают собирать информацию по этой стране и знают о Японии чрезвычайно много. Настолько много, что когда происходит революция, и у них возникает выбор, какую страну выбрать своей родиной, они не колеблятся. Они все остаются в России. Вот, честно говоря, когда я начал эту историю изучать много лет назад, для меня это был очень сложный вопрос. Потому что в наших головах существует представление о Японии, как о высоко развитой, культурной, духовной и прочей-прочей стране. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что такое Россия в период гражданской войны. Ну, как минимум, голод, холод, плюс ко всему еще опасность в любой момент просто быть уничтоженным. Тем не менее, все эти ребята, у которых японский язык второй родной, которые в любой момент могут сесть на пароход, отправиться туда и остаться в Токио, и найти себе там работу, не делают этого. Они остаются на родине, в России, и более того, они занимают сторону антияпонскую. В феврале 1920 года, мы сейчас знаем это точно, Василий Сергеевич Ощепков становится агентом большевистской разведки. Как и практически все, ну, во всяком случае, кого я смог установить документально, его друзья-семинаристы. С фантазией у наших разведчиков дело обстояло своеобразное. У Ощепков в те времена сменялись два псевдонима. Один монах, второй японец. То есть... Прекрасный состав. Прекрасный состав, да. Если бы японцы действительно получили доступ вот к этой информации, установить, кто работает против них, им было бы не так уж сложно. Тем более, что документы через монаха японца утекали чрезвычайно важные. Дело в том, что во время гражданской войны, мы знаем, что японская эскадра вошла во Владивосток, японцы оккупировали при море вплоть до... До Читы. Да. Часть, значит, Забайкаля. Василий Сергеевич Ощепков служит в японской армии. Он переводчик управления военных сообщений и поэтому имеет доступ ко всем абсолютно материалам, касающихся перемещений японских войск в оккупированной зоне. И все эти материалы через него уплывают в так называемую большевистскую разведку. Тогда не делили на политическую и на военную. К доктору Фортунатову, к товарищу Аркадию. Это вот все люди, которые с ним работали. И надо сказать, что его друзья-семоналисты, там у японцев работает Трофим Юркевич, его однокашник по Токио и тоже сахалинец и многие-многие другие. Они занимаются все именно этой работой. При этом он продолжает преподавать во Владивостоке дзюдо. И не просто преподавать, а когда в город входит японская эскадра, он устраивает соревнования с японскими офицерами, матросами, моряками, солдатами. Командующий японской эскадрой во Владивостоке адмирал Като записывает в дневнике. Вчера боролся с Василием. Василий Великолепин. Боролся Василий Сергеевич Ощепков, русский разведчик, на палубе флагмана японской эскадры. Боролся с ее командующим. Естественно, бывал хорошо принят среди японских офицеров. И, естественно, слух о нем распространялся довольно далеко. И это сильно помогло ему в той части деятельности, о которой мы, наверное, уже начнем рассказывать после новостей. Или у нас есть еще минуты? Нет, мы должны будем сейчас перваться. Нет, у нас буквально секунды, но рассказ захватывающий. Даже как-то я не заметил, как подкрались рекламы и новости. Да, сразу после них мы продолжим. Формула смысла. Возвращаемся в программу и возвращаемся к этому интереснейшему разговору, рассказу историко-востоковеда Александра Куланова. Да, спасибо. Параллельно, Саша, просто вот новости приходят. Токинава пожаловалась на уронивших сигнальные ракеты американцев. В ходе парашютных учений, предположительно, обронили несколько сигнальных ракет. Это упало на головы или на жилые кварталы, потому что потребовали, они считают, что подобные учения должны проводиться в удалении от населенных пунктов. Ну, в общем, я согласен с окинавцами по поводу удаления. Они, правда, протестуют, протестуют уже лет 40. Ну, как-то... Ну, больше уже, наверное, даже, да. Ну, давайте вернемся к нашей истории. Что касается выбора, кстати говоря, да, вот все-таки еще раз за кого быть. Сам Василий Сергеевич Ощепков написал о своем выборе. В его документах, сохранившихся в архивах военной разведки, есть такая фраза. «Я истинный русский патриот, хотя и воспитанный в японской школе. Но эта школа научила меня любить прежде всего свой народ и Россию. Я воспитывался на средства русской армии, чтобы посвятить себя вечному служению Родине, что и делаю с 1914 года. С 1921 года это служение приобрело иные формы, но не менее конкретные, чем в царской России. Он становится кадровым разведчиком, сотрудником военной разведки 5-й армии, дислоцированной в Приморье. И уезжает на Сахалин, на свою родину в Александровск, который к тому времени уже оккупирован японцами. Работает там до 1924, а в 1924 через Харбин, через Маньчжурию, через Шанхай возвращается в свою Альма-Матер в Токио и становится одним из первых и первым русским нелегальным резидентом советской военной разведки в Токио. Вторым нелегальным резидентом советской военной разведки в Токио был Рихард Зорги. Василий Сергеевич Ощепков, его прямой предтеча. Но, в отличие от Зорги, ему сильно не повезло с начальниками. Если деятельностью Зорги руководили уже, можно сказать, профессиональные разведчики, специалисты своего дела... И то там были вопросы, как мы знаем из нашего с вами разговора. Масса вопросов. Но мы должны вспомнить, у Зорги было полтора года на вживание в ситуацию. Вот, на вхождение в токийский мир. Ощепкова через полтора года из Токио отозвали в связи с тем, что его руководству не понравилось качество присылаемых материалов, в том числе то, что они были написаны по-японски. Ощепков добывал секретные материалы японской армии, естественно, они были на японском языке. Найти переводчика во Владивостоке и в Хабаровске наше командование не смогло, потому что не захотело этим заниматься. Я знаю точно, что все те же самые однокашники Ощепкова по семинарии, во время гражданской войны, работавшие на эту же военную разведку на советскую, к работе по переводу просто не привлекались. А его начальники с двумя классами церковно-приходской школы требовали от него, чтобы он вернулся из Токио и перевел то, что присылает. И в конце концов отозвали его. И вот вы представьте себе мастерство этого человека в самых разных ипостасях, если при постоянном наружном гласном и негласном наблюдении Ощепков сумел вернуться в Советский Союз так, что японская полиция потеряла его на две недели. Я держал в руках донесение японского филера, который следил за Ощепковым и потерял его. Ну, в смысле, не донесение я потерял, а филера Ощепкова. И они вынуждены были останавливать на улице его жену. Ощепков уехал, оставив в Токио супругу. Настолько срочно его вызвали. И она им объясняла, что вот он уехал в Кобе, а потом еще, наверное, куда-то. И они приходили к нему на фирму в офис и узнавали, а куда же делся ваш начальник? Куда ты уехал? Он ушел из Японии, не оставив следов. Понятно, что в любом случае это был провал, не по его вине. Но, тем не менее, это, с одной стороны, профессионализм его как разведчика. Он сумел нейтрализовать гласные наблюдения за собой, потому что выяснилось, что за ним, нужен был специалист со знанием русского языка, следят выпускники Токийской православной духовной семинарии. Только японцы, с которыми он когда-то вместе стоял на татаме в захвате. И, естественно, они не могли поверить в то, что их однокашник и товарищ большевистский шпион. Поэтому ему удалось этого избежать. Он сумел получать информацию от двух офицеров японской армии, от двух баронов. Причем один из этих баронов в будущем стал первым и до сих пор единственным чемпионом олимпийских игр по конкуру среди японцев. Уважаемый человек в Музее воинской доблести в Токио, ему отдельный раздел посвящен. Все эти люди так или иначе давали Ощепкову информацию. Это с точки зрения профессионального мастерства как разведчика. Хорошо готовили в царские времена еще. С другой стороны, прикрытие на Сахалине особенное. Первые месяцы пребывания в Японию у Ощепкова было совершенно потрясающе. Он работал в Бенси. У нас нет такой профессии. И я вам скажу больше. В русскую Википедию слово «Бенси» попало после того, как я написал об Ощепкове. В старом японском кинематографе в немом кино это человек, который объясняет японским зрителям, что происходит на экране. Ну потому что они были далеки от реалий европейского американского кино. Один из популярных фильмов 1918 года «Робинзон Крузе». Объясните японцам, что делает этот человек в козьих шкурах на острове и почему он там один. Кино-то немое. Вот это надо было все передать. Для этого служили Бенси, которые были настолько популярны, что на киноафишах указывалась их фамилия, а не фамилия режиссера. Василий Ощепков работал Бенси в японском кино. И это, кстати говоря, добавляло ему замечательную совершенно обязанность. Как и в наших вооруженных силах, в японских воинских частях обязаны были регулярно показывать кино. И Василий Сергеевич ездил по японским воинским частям, показывал кино, ознакомился с офицерами. Возможно, даже боролся с кем-то там на татами. И получал дополнительную информацию. Это рассекреченные его доклады с Сахалина. У меня есть их копии. Но их полноте можно только удивиться. И вот этого человека в апреле 1926 года отзывают во Владивосток. Срывают деятельность нелегальной разведки в Токио таким образом. И восстановить ее удастся только через 7 лет, когда туда приедет Зорги. Но таким образом для нас рождается совершенно новая ипостась Ощепкова. Он начинает переделывать дзюдо, работая сначала во Владивостоке, а потом с 1927 года в Новосибирске под совершенно новый и неизвестный доселе вид единоборства. Больше того, в Новосибирске у Ощепкова происходит в хорошем смысле профессиональная ломка. Новосибирск в 1927 году абсолютно бандитский город. Это последний крупный город, в котором разрешается селиться освободившимся от бывшим срок наказания уголовникам. Газеты «Новосибирские» полны сводками о преступлениях. Милиционерам рекомендуется не выходить на улицу меньше, чем по 4 человека. Потому что нападали на милицию, банды разоружались с целью добычи личного оружия. Вот в этих условиях Василий Ощепков начинает преподавать дзюдо в Новосибирске. Милиционерам, сотрудникам ОГПУ, всем желающим, включая женщин. Такого никогда не было тоже в нашей стране. Больше того, новосибирский краевед Сергей Анатольевич Слугин разыскал заметку о том, с сообщением об инциденте на перекрестке улицы Трудовой и Красного проспекта, это самый-самый центр города, я стоял на этом месте. Двое бандитов, вооруженных револьверами, напали на беременную женщину и потребовали у нее шубу. Мимо проходил переводчик разведотдела штаба Сибирского военного округа ТОВ Ощепков, который разоружил бандитов и сопроводил их в милицию. После чего женщина, которая попросила не называть свою фамилию, пригласила его домой на чашку чая. Там, в Новосибирске, из дзюдо начинает формироваться новый вид и борьбы, и рукопашного боя. И когда в конце 1929 года Ощепков переезжает в Москву, он начинает здесь создавать совершенно новую систему единоборства. Он начинает работать в Центральном доме Красной Армии, в Государственном центральном институте физической культуры имени Сталина, потом имени Ленина, нынешняя академия физкультуры. В 1932 году его стараниями в комплекс ГТО-2 вносятся 39 приемов дзюдо, которые обязательно каждый человек должен был сдавать. Но самое потрясающее в этой истории, это, конечно, интеллект Ощепкова, который собрал совершенно удивительную библиотеку, который создавал эту борьбу по крохам, лепил ее из всего, что мог найти, но при этом отбрасывая ненужное. Вот это не слепил из того, что было, а сумел создать лучшее в самых каких-то невероятных мировых традициях. Я застал в живых двух его учеников. Когда я с ними разговаривал, им обоим было по 93 года. И знаете, что самое удивительное они рассказывали о нем? Не о его каких-то спортивных талантах, навыках там борца, бойца и так далее. Хотя, приехав в Москву, он сразу начинает участвовать во всех соревнованиях. Сохранился его подлинный диплом. За первое место по штыковому бою была такая дисциплина среди командного состава Московского военного округа. Все, кто с ним учился, все, кто его знал, кто у него учился, говорят одно и то же в первую очередь. Это был потрясающий интеллигентный человек. Никому в голову не приходило, что он сын сахалинских катаржан. Он был потрясающим интеллигентом, дальневосточным интеллигентом. Он даже разговаривал по-особому. Это был совершенно уникальный наш исторический персонаж, патриот, который написал массу статей. Я вот об этом хочу сказать особо. У этих статей, естественно, газетные вещи были похожие названия. Например, японскую джиу-джитсу в Красную Армию. Джиу-джитсу в Красную Армию. Он везде писал. Наши враги, наш потенциальный противник в Америке, в Германии, прежде всего в Японии, имеют оружие, которого у нас нет. Джиу-джитсу. Это рукопашный бой, который каждый красный командир, каждый красноармеец обязан освоить, пока не началась война. Потом будет поздно. И вот буквально на прошлой неделе я был на выставке в Российском государственном военном архиве, посвященной событиям на Холхенголе 1939 года. И представляете, я там нахожу, можно назвать, протокол беседы Комкора-Жукова после того, как уже закончилось бой столкновений на Холхенголе. С командиром разведроты 76-го мотострелкового полка Земсковым. И вот этот товарищ Земсков на вопрос Жукова, в чем сильные японцы, в чем слабые, отвечает. Если в бою встретится наш командир с самурайским офицером, то последний посильнее будет. Ведь они сволочной народ. Проходят специальные школы и разные приемы джиу-джитсу. Это ровно то, чего пытался не допустить Ощепков. Он очень надеялся, он верил в то, что когда Холхенгол придет, понятно, что он не знал, когда это будет, где это произойдет, но он понимал, что это будет человек, воспитанный в Японии, что войны не избежать. Чтобы у нашего командира Земского было свое джиу-джитсу. Ему не дали это сделать. Несмотря на то, что последние 7 лет московской своей жизни он положил на создание новой борьбы, она называлась сначала джиу-до, потом советская борьба вольного стиля. Как она только не называлась. В 1937 году он был арестован по приказу НКВД 20593, он так называемый, о харбинцах. И через 10 дней, 10 октября 1937 года, умер в Бутырской тюрьме от приступа стенокардии. Ну вот я вспоминаю эту фразу, сказанную им когда-то в анкете сотрудника разведупра, о том, что он посвятил себя вечному служению Родины с 1914 года. Вот 100 лет прошло. 100 лет служит его искусство Родине. У меня есть ответ начальника главного управления Генерального штаба вооруженных сил по поводу деятельности Ощепкова, в котором написано, что с 1929 года в наших подразделениях войсковой разведки используются элементы системы, внедренные туда Ощепкову. С 1929 года. 90 лет. Представляете? Мы сейчас пытаемся установить мемориальную доску памяти Ощепкова в Новосибирске, где он работал в штабе Сибирского военного округа. Сейчас это дом офицеров, насколько я знаю. Мы не можем этого сделать, потому что, значит, какой-то из местных сотрудников пишет, нам надо это согласовать с местными крыльеведами. Это существенно. Слушатели спрашивают вас по поводу памятников и увековечивания памяти. Я, значит, по поводу Новосибирска. Другой ответственный человек из Новосибирска присылает мне сообщение. Может быть, чтобы не согласовывать, мы могли бы повесить доску памяти Ощепкова внутри дома офицеров? Я ответил, вы можете повесить ее дома. Вообще, кроме жены, ни с кем не надо согласовать. Мы для кого это делаем? Я вот для кого это рассказываю сейчас? Это людям нужно. Это нам нужно. А не вот галочку поставить. Я дома повесил без согласования. У меня дома много, чтобы посвящено. А что крыльеведы не могут согласовать? Так, поподробнее. А надо доказать, что он имеет право на эту мемориальную доску. Московское правительство официально запретило вешать мемориальную доску на доме, где жил Ощепков. И, кстати говоря, этим же письмом. И на доме, где жил Зорге. Потому что закон Москвы запрещает увековечивать память дважды. А у нас есть улица Зорге в Москве. И есть улица Ощепкова в Новой Москве. Поэтому мы не имеем права повесить доску на тех домах, доски на тех домах, где они жили. Вот если меня сейчас слышит московское правительство. Человек, который жизнь положил на то, чтобы спасти других. Ну, по крайней мере, можно... Является ли, кстати, увековечиванием... Тут надо разобраться, да? Присвоение имени улицы. Ну, видимо, являетесь. Безусловно, да? Я ничего не могу сделать. Ну, да. Да я понимаю. Я подключил депутатов Государственной Думы. Они бьются, как рыба об лёд, об эти законы. Докажите, что он патриот. Дмитрий, вот вы можете доказать, что Ощепков патриот? Я не знаю, как это доказывать. Ещё есть вопрос о фильме «Непобедимый» с Ростовским про него. Фильм «Непобедимый», там в титрах официально написано, посвящается Анатолию Аркадьевичу Харлампиеву. Харлампиев — это один из учеников Ощепкова. У учеников четвёртой, по-моему, волны, который в 1935 году получил от него секцию той самой советской борьбы вольного стиля в Дворце Крылья Советов на Ленинградском проспекте. И который в дальнейшем вот эту систему, созданную Ощепковым, подхватил, развил, и при нём она получила новое название — «Самбо». Название придумано не Ощепковым и не Харлампиевым. Это название придумано ещё одним энтузиастом, который создал совершенно другую борьбу Виктором Афанасьевичем с Передоновым. И так история загадочным образом переплелась, что борьбу создал один человек, в массы её, в результате, уже после Великой Отечественной войны, вывел в люди другой человек, его ученик, а название она получила от третьего. Это сложная история, которая до сих пор не кончилась. И кончится ещё очень нескоро. Но, как вам сказать, их часто называют тремя основателями «Самбо». Я рассказал, как это было. Ещё есть вопрос, какая судьба японская, какова судьба японской жены Ощепкова? Кто она? Ну, она оставалась в Японии, но она не японка была. Мария Григорьевна, звали её. Её девичья фамилия до сих пор засекречена по совершенно неизвестным причинам. Мы не можем её назвать, потому что у нас все материалы столетней давности до сих пор считаются секретными. Я несколько раз обращался с просьбой раскрыть её девичью фамилию, потому что нет ни наследников, ни какой-либо... Ну, спрашивают о судьбе, то есть что, она выехала потом оттуда. Она, в конце концов, выехала, да, вернулась, переехала с ним в Новосибирск, и там умерла от туберкулёза. Она была очень больна, к сожалению. Тут нам ещё пишут, что люди с вами летели в самолёте, но постеснялись подойти, а этого эфира заждались в момент анонса именно этой темы. Очень коротко про самолёт. Я недавно читал лекцию в Казахстане, в Алма-Ате. На обратном пути сажусь в самолёт, сидит человек у прохода, у меня место у окна, я практически из-за него, мы садимся. Я достаю свою книжку, он достаёт свою книжку, я уже знакомый корешок. Говорю, извините, он мне показывает, это моя книга об Ощепкове, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». И это, конечно, было невероятно приятно, потому что оказалось, что это гражданин Германии, летящий из Казахстана через Москву, и специально заказавший в Алма-Ату книгу Ощепков серии «Жизел», для того, чтобы почитать её и вот таким образом узнать. В следующий раз не стесняйся, подходите. — Знаете, хочу вот, вы так здорово это рассказываете, и я понимаю, что вы глубоко всё это раскапываете и разбираетесь. Вот, конечно, есть ещё такой момент, который меня очень интересует всё-таки, вот в этой русско-японской истории. Вот, это оборонно-порт Артура, да, потому что, ну, вроде много про это написано, и художественных книг много, да, и так далее, да. Но до сих пор ведь остаётся там непонятным, да, насколько эта версия там о предательстве командования соответствует чему-то, насколько версия о том, что был буквально раскол в разных штабах, да, и вели разные, так сказать, линии. Существуют буквально конспирологические версии о том, что Порт-Артур был наводнён и японскими, и британскими, и американскими шпионами, да, и что, в принципе, некоторые даже обсуждают, что вот сам Порт-Артур осадный — это практически там плацдарм разных резидентур, вот. И непонятно, между прочим, что делала там российская контрразведка, да, в это время. Это очень короткий перечень тех тем, которые там есть. Может, мы как-то объявим тему? Давайте мы об этом подумаем, да, Порт-Артур. Я хочу очень коротко сказать. Секунды просто. Под Порт-Артуром погиб японский офицер, капитан Хиросе, выпускник школы дзюдо. Спасибо вам большое. Спасибо.